Под ногами какао-микс, под колесами новый асфальт. В областном центре идет подготовка дорог к чемпионату мира по футболу. В этом году должны полностью привести в порядок проспект юных пионеров и аллею трудовой славы. Виталий Портнов наблюдал за процессом и узнал, когда уже можно будет оценить результат. Под ногами в пешеходной зоне не старый разрушенный асфальт, а какао-микс трех оттенков. Такого цвета на аллее трудовой славы укладывают тротуарную плитку. Монументально и красиво, наблюдая за ремонтом, признаются местные жители. Мы уже с весны наблюдаем, нравится. У меня ребенок вот в кадетской школе учится, он меня здесь защищался. Вообще, конечно, вверх мы не ожидали, очень красиво. Ремонт капитальный, объемы работ большие. Это не только укладка тротуарной плитки, но еще обустройство цветников, установка освещения и озеленение. Щебенка, дарни, песок. После этого укладывается плитка. Что это дает? Прежде всего, осадки. Как нижние, так и сверху. То есть вода стоять на этих аллеях не будет. Предстоит привести в порядок и сам проспект. Бортовые камни уже заменили, уложили, выравнивающий слой асфальт. Остался только верхний. Используют современную щебеночно-мастичную смесь на полимерных битумных вяжущих. Дорога прослужит дольше. На реконструкцию улицы из областного городского бюджетов направлено порядка 200 миллионов рублей. Большие усилия города и области направлены на приведение в порядок именно промышленного кировского районов города. Данный объект достаточно большую роль играет в досуге людей, которые здесь живут. Озеленение, освещение, покрытие, приведение в порядок комплексом. Это как бы позиция губернатора, что нужно вводить в порядок все в комплексе. Нужно проводить, чтобы все выглядело красиво, чтобы людям было приятно отдыхать. Реконструкцию проспекта юных пионеров и аллеи трудовой славы, согласно муниципальному контракту, должны завершить до 30 октября. В 5 лет такой срок прослужит новый асфальт на дороге и плитка на тротуаре. В течение этого времени подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты. Виталий Портнов, Александр Дутко, Новости губернии.